Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Тема дня», сегодня я веду я, Михаил Горин, а с нами на связи журналист Саша Виленский. Здравствуйте, Саша. Привет, Стоймич. Ну вот, как и было раньше в прежние созывы нашего парламента, потенциальный глава правительства Бени Минтынягу не уложился в отведенный ему срок, не смог сформировать правительство и коалицию. Президент дал ему еще две недели, но я бы даже хотел поговорить не столько об этом, сколько попросить вас прокомментировать вот тот главный болевой нерв, который, на мой взгляд, обнаружился именно в ходе вот этих коалиционных переговоров. Я для себя его определил как взаимоотношения, так и религии и государства. Это громко сказано, но тем не менее. Потенциальные партнеры, обладающие достаточно серьезным электоральным весом, я веду партии ультра-ортодоксов и примкнувших к ним национал-сионистов, они... Национал-сионисты – это хорошее. Да, но я сказал в кавычках, я просто не успел эти кавычки обозначить, прошу прощения. Да. Так вот, они достаточно заняли очень жесткую позицию в отношении позиции и прав религии в общественной жизни. Это право на шаббат, на то, что они оговаривают за собой право, которое должно быть закреплено, что именно они будут, через них будет проходить разрешение на работы в шаббат. Это работы магазинов и ряд других законов, которые очень жестко будут регламентировать эту сферу деятельности. Ликуд, насколько нам говорят, пока что стоит, занял твердую позицию, возражает. Вопрос в том, насколько он твердо, на ваш взгляд, будет возражать вот в этом противостоянии. Ну, смотрите. Как мне кажется, наиболее удобный партнер для Ликуда, а конкретно для Бениамина Нитаньягу, это религиозные партии. Это Ядута Тура и это ШАС. То, что Ядута Тура и ШАС объединились, это само по себе очень интересный симптом, который говорит о том, что давить они будут, давить будут серьезно и своего они добьются в любом случае. С другой стороны, Нитаньягу достаточно опытный политик для того, чтобы уметь лавировать. Ему на самом деле сейчас Нитаньягу я бы не позавидовал. Это у него очень сложное положение, потому что им нужно удовлетворить всех. Удовлетворить всех, как мы знаем, практически нереально. Но это та задача, которая перед ним стоит. То, что все говорили, победит Нитаньягу, у него будет правая коалиция, потому что блок правых, не тот блок, о котором мы говорим, как национал-сионисты в кавычках, а блок тех, кто придерживается правой идеологии, он больше, чем блок тех, кто придерживается левой идеологии. Так что Нитаньягу сможет сформировать коалицию. И так всех убеждали перед выборами, что убедили самих себя, убедили религиозные партии, что Нитаньягу, у него нет выхода, он пойдет им навстречу, ничего не случится, все будет хорошо, он даст им все то, что они требуют. Но тут появляется Виктор Либерман, который занимает жесткую позицию, а и Нитаньягу, и религиозные знают, что сдвинуть Либермана, если он на чем-то встал, сдвинуть его очень сложно. И он говорит закон о призыве в том виде, в каком он есть, и все, и никуда от этого не деться. Дальше начинается лавирование. Проблема в том, что религиозных невозможно купить, как всех остальных, министерскими постами. Яков Лицман, который глава переговорной группы Яглута Тура, и который, в общем, лидер этой партии, ему все равно министр он или замминистр. Это его не интересует, в отличие от всех остальных, которые очень интересуются министерскими портфелями. Его интересует его избиратель, его интересует совет мудрецов Торы, его интересует его окружение. И он будет биться до конца. Если не получается закон о призыве, закон о призыве очень интересная штука. Дело в том, что та формулировка, которая была принята еще до выборов, это лучшее, что религиозные партии могли получить. Это лучшее, что могли заработать ортодоксы. И они это прекрасно знают. Это закон бизнеса. Бери сейчас то, что предлагают, потому что дальше будет только хуже. Чем дальше ты будешь вести переговоры, тем хуже они будут идти. Поэтому у религиозных не остается выхода, как только пойти на закон о призыве. Но что-то же они должны отбить. Поэтому они отбивают шаббат. И отбивают его не просто так, а очень серьезным ходом. Они требуют создать совет раввинов. И передать этому совету раввинов функции на разрешение работ в субботу. А разрешение на работу в субботу можно давать только тогда, когда есть то, что называется пиколах нефидж. То есть когда от этого зависит жизнь граждан. Жизнь, благополучие и так далее. И это будет решать, если на это пойдут, совет раввинов. Я думаю, что остальные партнеры по коалиции не ожидали подобного хода. И поэтому сейчас им нужно лихорадочно решать, что же с этим делать. И как с этим быть. На самом деле мне кажется, что проблема с религиозными это только часть той проблемы, которая стоит перед Натаньяковой. Ему кровь из носа нужно за две недели сейчас сформировать правительство. Иначе он не успеет, не сможет принять вот тот самый Хока Хасино, то есть закон о депутатской неприкосновенности, который ему сейчас в данный момент просто жизненно необходим. Жизненно необходим. Потому что в июле, если и дальше адвокаты начнут капризничать, а юридический советник правительства Вихай Модельблид будет стоять на своем, то в июле, уже 10 июля начнутся слушания. Если же будет принят закон о депутатской неприкосновенности, в том числе о неприкосновенности премьер-министра, с которого можно снять эту неприкосновенность только комиссии по внутренним делам КНЕС, а затем пленарным заседаниям, то тогда он будет более-менее спокоен. Поэтому то, что происходит сейчас, называется коренным ивридским исконным словом балаган. Как он из него будет выбираться, это очень интересно. Он очень опытный политик, он умеет лавировать, поэтому скучно нам точно не будет в ближайшее время. В связи с этим такой вопрос. Если закон о призыве, за него, понятно, есть кому сражаться. Это НДИ, который записал этот закон в свои пять пунктов знаменитых. И соглашусь с вами, что вполне возможно, религиозные партии просто машут перед нами тряпкой, что вот мы не отдадим закон, а на самом деле на него согласятся, чтобы протолкнуть все остальное. Так вот, я к чему все это еще раз возвращаюсь. Что если за закон есть кому сражаться, то получается, что за шаббат сражаться некому. — Наоборот. В том-то и дело, что наоборот. — А кто? — За шаббат сражается 16 мандатов. — Нет, я имею в виду с другой стороны. — В каком смысле? Я не очень понимаю, что... — Я имею в виду, кто может сражаться против этого. — А, против этого? — Ну, смотрите, может сражаться только оппозиция. В коалиции все равно. Коалиция будет стремиться к тому, чтобы сформировать правительство в срок. Это в интересах всей коалиции, всех этих партий, которые примкнут к Ликуду. Единственное, что та оппозиция, которая говорила, мы будем самая боевая оппозиция за всю историю, мы не дадим вам спокойно жить. Но хочется посмотреть, как они это будут делать. Пока что они очень спокойно дают жить Нитаниягу и Ликуду. — Хорошо. И тогда, раз уж вы затронули тему процесса придания Нитаниягу, получения Нитаниягу неприкосновенности и так далее, всех слухов по этому поводу, прокомментируйте тогда и сегодняшний, вот когда мы с вами записываем эту программу, слух, который появился и на который канцелярия главы правительства уже ответила, что все это чушь. Я имею в виду сообщение радиостанции Галейца-Аль о том, что в Ликуде есть такие вот поползновения продвинуть Бениамину Тиньягу на пост президента страны, а президент у нас, как известно, обладает заранее, априори, вот этой самой пресловутой неприкосновенностью на то время, пока он находится на своем посту. Так вот, это чушь, на ваш взгляд, или не чушь? Я думаю, что это абсолютно не чушь. На Галейца-Аль основывались на материалах некоего журналиста, который сообщил, сегодня его Рази Баркаи, сегодня, когда мы записываем эту программу, Рази Баркаи в эфире станции Галейца-Аль его буквально пытал. Ты мне скажи, я, конечно, не буду просить тебя рассказать, кто твой источник, это не по-журналистски, это не по-товарищески, это неправильно, но скажи мне, это инсайдерская информация из коалиции или из оппозиции? И этот журналист ответил, не из оппозиции. Красивый ответ. Красивый ответ, правда? Что получается? Ликот специально распространяет этот слух, это очень хитрый, очень, я бы даже сказал, элегантный ход для того, чтобы спасти Нитаниягу от суда. Почему? Потому что действительно у президента уже на данный момент без всяких законов о неприкосновенности, без всяких административных вот этих вот поползновений он уже обладает неприкосновенностью. Президента у нас судить нельзя. У нас судили одного единственного президента, Мошека Цава, и то только тогда, когда он за два месяца до окончания своего президентского срока, он ушел с этого поста. Нитаниягу таким образом пытается в любом случае ускользнуть. Теперь смотрите, речь идет, насколько я понимаю, 21-24 год. Я точно уже не помню. 21-й. 21-й. До 21-го года осталось всего ничего, правда? Да. Вот он буквально вот-вот. Два года при нашем темпе жизни пролетят незаметные. Два года вполне можно тянуть все эти дела. Адвокаты будут отказываться их брать, утверждая, что им не заплатили. Потом, когда они их все-таки возьмут, потому что им заплатили, они скажут, у нас не хватает времени их прочитать, это 100 томов увесистых, мы не можем со всем этим работать, дайте нам год на то, чтобы мы с этим поработали. Вот я утрирую, конечно. Но вот эти вот отсрочки, протяженности, как человек, который имел некоторое отношение к судам и адвокатам, я прекрасно знаю, как адвокаты умеют лавировать со сроками. То есть, казалось бы, должно произойти сейчас, а происходит оно через два года. Если удастся протянуть вот эту историю еще два года, то тогда Нитаниягу, извините за непарламентское выражение, просто в шоколаде. Он становится президентом и поди его тронь. Так что я считаю, что это совсем не чушь. Понятно, что канцелярия будет сейчас утверждать, что это чушь, что ничего не было, что это все вырвано из контекста, что это имелось в виду и так далее. Ну, все эти вещи, которые мы с вами знаем, которые обычно говорят. Да, безусловно. Вот. Поэтому я думаю, что это очень хитрый и достаточно интересный ход. Ну, посмотрим, посмотрим. До 2021 года, конечно, вы сказали всего ничего, но гораздо ближе вот этот вот 28 мая, когда закончатся две недели, и новое правительство либо должно появиться, либо повторится история с цепи ливни. И еще очень близко 10 июля. Это дата, которую пока никто не отменял. Это дата слушаний. По делам не то не я. Да, веселая пора. Саша, большое спасибо за ваш комментарий. Все вам доброго. Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи был журналист Саша Вилинский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин